Там, в Беслане, Вячеслав Бочаров получил тяжелое ранение. За мужество и героизм был удостоен звания Героя Российской Федерации. По окончании службы занялся общественной работой. И сегодня его миссия – это патриотическое просвещение и воспитание молодежи. Президент пролонгировал мое пребывание в общественной палате еще на три года, понимая, что то, что я делаю, наверное, очень важно для государства. У нас в прошлом году при поддержке Роспатриот-центра Федерального агентства по делам молодежи был инициирован такой проект федерального значения, как «Эстафета поколений», чтобы связь ветеранских и молодежных организаций направить в единое русло. Вот сейчас министр образования Ольга Юрьевна Васильева воспитание ставит на первое место. Ну а кто этим вопросом будет заниматься? Это в первую очередь те люди, которые имеют жизненный опыт, которые имеют знания. В Сочи тема патриотического воспитания не нова. Один лишь слет студенческой молодежи, в прошлом году организованной общественной палатой курорта, позволил студентам со всей страны пройти курс военно-патриотической, антитеррористической и спортивной подготовки. Отдельный блок был посвящен духовно-нравственному воспитанию. И сейчас нам предложено на юге России скоординировать и возглавить ученых, которые занимаются проблематикой патриотизма, духовности, нравственности. То есть в этом плане это огромнейший тот пласт работы, которым мы с вами занимаемся. На расширенном заседании Совета общественной палаты Сочи собрались лидеры общественного мнения, от которых в том числе зависит, будет ли молодежь знать и отдавать дань памяти как героям Великой Отечественной, так и отличившимся современникам, героям нашего времени. Задача взрослых – помочь ребятам определиться с ценностями. Отрицательных примеров у подростков хватает. Это и политические митинги, и группы смерти в соцсетях. «Оказывается, отрабатываются технологии, и теперь давайте революции в России будем делать нашими подростками. Да разве мы мечтали еще в 2005 году о том, что у нас в каждой школе будет такое оборудование, что у нас везде будет интернет, что наши больницы будут насыщены медицинским оборудованием. Мы почему об этом должны, стесняясь говорить, коллеги, вот о чем сегодня мы должны говорить открыто, когда мы видим, что уже манипулируют сознанием наших подростков, выводя их на революционные бунты». В любом случае, отдача от работы с молодежью в Сочи есть. Тысячи ребят в городе занимаются волонтерством, и это только один пример. Ольга Десятого, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.